Сабантуй – один из самых массовых и зрелищных праздников. В этом году он стал по-настоящему долгожданным, ведь его провели лишь в начале июля. Гостями праздника стали не только татарстанцы, но и гости из солнечной Турции. Театрализованное представление – самая яркая часть праздника. Полторы тысячи человек воссоздали на поле историю татарского народа. Один из номеров был посвящен Дню любви, семьи и верности, который отмечают как раз 8 июля. Майдал Челнинского Сабантуй ежегодно собирает представителей более 80 национальностей, проживающих в нашем городе. Дружба народов – наше главное богатство. И в единстве всех народов наша мощная сила. Издавна Сабантуй проводился по окончанию посевной. Спустя десятилетия в этот день чествуют тружеников – строителей, учителей, врачей, деятелей искусств. Но главное веселье началось после официальной части. В национальной деревеньке мастера показывали свои умения и предлагали попробовать свои силы гостям. Резьба по дереву, изготовление национальной обуви и плетение на коклюшках. Принять участие в мастер-классах мог любой желающий. Не упустили этот шанс и почётные гости – представители турецкой делегации. Что-то получилось, да, правильно, но немножко не в ту сторону коклюшки переевает, да. Но у него, в принципе, получился тоже плетишок, но немножко другой формы. Мухсин Каджа – один из самых активных турецких бизнесменов. На Сабантуй он попробовал себя на многих площадках. Но особенно ему понравилось косить сено. Я сам со Средней Азии, с востока страны. Мои предки оттуда. Когда я был маленький, мы постоянно косили сено. Этот сток навел мне воспоминания. Надеюсь, этот праздник принесёт ещё больше вдохновения. Более 30 площадок с народными забавами и развлечениями развернулись для всех желающих. И если в одних состязаниях участвовали ради интереса, то в других – только ради победы. Например, в покорении столба. В прошлом году Юрий Моравьёв в общем зачёте стал вторым. В этом году вновь попытал удачу и взобрался на вершину за 19 секунд. Никакой тактики. Вот так бежать надо по нему. Всё. Сил побольше всего. Команды Рафита и Ельсура принимают участие в более практичной забаве – в заготовке дров. Вдвоём они распилили бревно и разрубили его на 8 частей за 47 секунд. Это игра. Мы в деревне выросли, поэтому нам это не трудно. Всю жизнь так. Он с Актаныша приехал, я с Актаныша. Самым зрелищными соревнованиями традиционно становится борьба кэрэш. В ней принимали участие 120 человек. В финале за звание абсолютного Батыра Сабантоя сошлись 34-летний Айнур Шайхуддинов и 31-летний Раиль Нургалиев. И впервые за многие годы победителем стал не челнинец, а представитель Тюличинского района. Мой соперник весел где-то 100 кг, а я боролся до 130 кг. А там тяжелее было соперники. Состав был очень сильный, потому что на наш Сабантое допустили всех желающих. Среди них было очень много мастеров спорта. Мастеров спорта международного класса и заслуженные мастера спорта Татарстана и России. Вот абсолютно Батыра является трюкратным чемпионом мира по борьбе на поясах. Под аплодисменты зрителей абсолютному Батуру Сабантое вручили барана весом 125 кг и автомобиль «Лада Гранта». Ксения Шулакова, Андрей Буслаков, Дмитрий Кравченко, Челны 24.